всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы показать вам как можно только пользуясь изменением закона огибающих из одного и того же патча то есть из того же пресета сделать абсолютно разные по своему типу и по характеру звуки меня здесь заготовлены такие маленькие кусочки это у меня такой кусочек в стиле pet то есть звук скорее здесь нужен педовый далее такой арпеджатор далее плак и здесь у меня еще лид давайте тоже назовем и я покажу как просто на базовом пресете ретро синт с одними теми же настройками осцилляторов но вообще всеми настройками просто меняя только эти законы и dsr то есть огибающих как можно вот собственно добиться того или иного характера звука то есть подходящего под те или иные нужды спирала давайте посмотрим как сделать грамотный pet послушаем как у нас сейчас это звучит то есть мы слышим резкую атаку и такой немножко рисковатый звук одинаковые монотонные для пэда это не очень подходит поэтому давайте попробуем сделать изменение огибающий фильтра чуть-чуть сделаем его чуть-чуть под закроем сделаем больше релиз у огибающей громкости и также сделаем небольшую атаку чтобы у нас звук не был этого щелчка в начале аккорда когда берется у нас нота а был такой более плавно въездовать послушаем то есть просто меняют эти положения атаки дикей релиза мы принципе изменили характер звучания то есть у нас появилось движение фильтре то есть благодаря вот этому закону изменяющимся у нас стал более более плавная атака подходящая на пэт по чтобы этот все-таки фоновый инструмент он не должен прям как-то сильно выбиваться из аранжировки и это стало больше похоже на такой мягкий звук напомню что некие настройки я здесь не менял фильтр в том же положении те же осцилляторы но в принципе звук уже стал совсем другим только за счет вот изменения огибающий так давайте рассмотрим следующий вариант следующий фрагмент тут у меня такой отрывистая партия то есть она должна быть такой стаккатный давайте послушаем как это звучит на текущих настройках но это не очень подходит поэтому мы сейчас возвращаем атаку здесь должна быть атака более резкая то есть у нас есть вариант либо сделать прям такой звук короткий за счет mp envelope то есть он прям такой обрывистый становится либо оставить такой послезвучие похоже на такой колокольный отзвук то есть опять же за счет просто изменения огибающих у нас по сути разный характер звучания можно даже чуть приоткрыть атаку фильтра сделать такой звук более ну скажем так квакающий что ли то есть просто хочу вам показать как много вариантов просто экспериментируя с положением атаки дикей можно добиться из одного и того же пресет из одного того же звука с одной и той же партией то есть опять же здесь я всегда об этом говорю нужно отталкиваться именно от партии потому что я знаю многих кто пытается на рулить какой-то звук и при этом просто держит какую-то одну клавишу на меди клавиатуре крутит ручки думать ну когда же будет крутой звук при этом у нее нет в голове точного понятия что это будет за партия поэтому сперва я всегда советую прописать каким-то первым попавшимся звуком ту партию которая вам нравится который вы хотите слышать своем треке то есть этому может быть такой арпеджатор это может быть такой пэт неважно и только уже слушая получившиеся меди подкручивать подправлять параметры синтезатор чтобы уже устоявшиеся скажем так партия звучало так как вы ее слышите у себя в голове там воображение они наоборот потому что многие наоборот сперва пытаются найти какой-то супер крутой звук а потом уже с ним играют и придумают какую-то партию то есть это гораздо более долгий путь я не рекомендую по нему идти проще просто наиграть партию придумать сами ноты придумать саму фактуру звука потом подстроить звук сам присоед сам патч синтезатора и уже если вот в процессе этого подстройки что-то еще какие-то идеи по поводу партии придут уже можно потом всегда что-то изменить дописать в этом ничего сложного нет это такой тоже важный совет надеюсь что вы им воспользуетесь и он вам поможет быстрее накручивать нужные звуки давайте посмотрим что у нас дальше дальше нас идет такой плак инструмент я здесь набрал барабаны просто чтобы был поинтереснее а 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 на дома идея понятно то есть тоже работая чисто с атакой из дикей фильтра огибающий фильтра и чуть-чуть подправив огибающую громкости также можно получить абсолютно разные плаки то есть более резкий такой акцентный и более мягкие гулки более того эти параметры можно автоматизировать и например к концу какого-то квадрата например увеличивать дикей то есть таким образом тоже делать добавлять движение интерес в аранжировку и давайте посмотрим последний пример лид ну конечно же такие настройки нам для лида не подойдут здесь лучше открыть фильтр побольше и Субтитры создавал DimaTorzok То есть так же можно сделать как резкий лид с такой резкой атакой Можно сделать более плавный такой фоновый лид Ну как итог я думаю что понятно что чисто экспериментируя с вот этими параметрами можно Из одного и того же патча с одной и той же партии добиться в принципе абсолютно разных результатов И после определенной практики у вас уже выработается такая некая интуиция И когда вы будете работать над продакшеном какого-то своего трека И у вас в голове появится какая-то партия, мелодия, там что угодно У вас сразу будет понимание как лучше настроить эти огибающие чтобы получить тот характер звука Который вы хотите То есть первый у нас очень важный огибающий это огибающий фильтра Она вот здесь привязывается к фильтру То есть насколько сильно она действует на открытие-закрытие фильтра вот этой ручкой И второй это у нас огибающие громкости То есть у нас громкость идет с тишины до максимума И потом например чуть притихает пока держатся ноты Как только нота отпускается у нас релиз вступает в силу То есть секунду у нас нота опять уходит на нет То есть звук синтезатора уходит на нет Более подробно о ретро синте и вообще синтезе в целом Вы можете посмотреть в курсе легкий синтез в ретро синт Если вы подписчик в нашей подписке То он вам доступен в разделе видеокурсы Посмотрите Курс рассчитан как раз на тех, кто хочет либо изучить сам синтезатор ретро синт Который очень классный Тут у меня очень много режимов Я им очень часто пользуюсь Несмотря на то, что у меня много всяких сторонних синтезаторов есть И также аналоговые синтезаторы есть Я так или иначе его периодически использую в том или ином треке Мне нравятся некоторые звуки на нем прям очень быстро накручиваются И действительно очень удачный синтезатор Который в себя вобрал такие самые лучшие аспекты от всяких аналоговых синтезаторов 60-70-80-х годов прошлого века И также в этом курсе более подробно рассказано о принципе самого синтеза То есть как работать с осцилляторами, как работать с фильтром Более подробно рассказано, как работать с этими огибающими, что, как и почему Ну, то есть все параметры, дополнительные параметры, все рассмотрено Если вы действительно хотите, ну, начать вот так вот звуки самим генерировать Быстренько подкручивать, не перебирая по там часами пресеты какие-то То я советую этот курс изучить И вы гораздо больше уже будете иметь свободы в творчестве В подруливании каких-то пресетов даже То есть в пресетах нет ничего плохого Но их использовать вот в том виде, как они есть, ну, редко бывает удачно Потому что, ну, ваш трек все-таки уникальный У вас свой темп, у вас своя тональность У вас там свои инструменты остальные И просто пресет, который вот был сделан там каким-нибудь продюсером Или там каким-нибудь разработчиком ПО Он просто, ну, не может в полной мере отвечать вашим требованиям А писать музыку, исходя из звучания пресетов, это немножко странно Здесь уже творчеством так не особо пахнет, скажем так Поэтому даже просто имея возможность готовый пресет чуть-чуть под себя видоизменить Опять же, с сознанием дела, а не просто хаотично, крутя все ручки подряд Это уже тоже не такой неплохой профит Поэтому всем советую Ну и также, конечно же, также вот поэкспериментируйте Просто вот на каких-то таких партиях Набейте вот эту интуицию, о которой я говорил Чтобы просто уже в следующие разы не отвлекаться на это Гораздо быстрее творить и делать интересные звуки Ну что ж, в этом видео мы закончили Увидимся в следующих уроках С вами был Дмитрий Русул Всем успехов в творчестве! Всем пока!